Музыка Сейчас проходит первый этап мероприятий Дня молодого избирателя Российской Федерации. Все эти мероприятия направлены на повышение правовой культуры молодых и будущих молодых избирателей. Второй этап молодого избирателя планируется проводить в начале сентября 2016 года в канун проведения Дня голосования 18 сентября 2016 года. В Нахимовском районе запланировано проводится, активно проводится мероприятие первого этапа Дня проведения Дня молодого избирателя. Во всех 20 школах Нахимовского района проведены классные часы, открытые игровые уроки, выставки и прочие мероприятия, направленные на повышение правовой культуры школьников наших будущих избирателей. Также в Нахимовском районе мы открываем 5 клубов избирателей на базе библиотечной системы имени Льва Толстого. Разместили выставку в Доме культуры «Корабел» и 24 февраля проводим День открытых дверей в территориальной комиссии Нахимовского района, где приглашены лидеры органов школьного самоуправления «Корабельной стороны». В территориальной избирательной комиссии были разработаны, утверждены программы проведения Дня молодого избирателя в соответствующих районах. В рамках Дня молодого избирателя территориальные комиссии проводят мероприятия не только в день, который выполнен 21 февраля в этом году, но и в течение всего месяца. Все проводимые мероприятия направлены на ознакомление молодых и будущих избирателей с законодательством о выборах, о референдуме, о избирательных кампаниях, муниципальные и федеральные органы, на повышение социальной и электоральной активности и гражданской ответственности молодых людей. Следующие выборы, которые будут проходить 18 сентября этого года, введем в День голосования, на территориальном комиссии поставлена именно конкретная задача, чтобы участковые комиссии отследили, сколько же пришло молодых избирателей. А тем молодым избирателям, которые будут голосовать впервые, которым исполнилось 18 лет, мы, естественно, будем как-то их встречать на избирательных участках, дарить им какие-то сувениры, какие-то подарки. Первый год прошли, мы рассказывали о законодательстве избирательного права. Сейчас уже сами участники, учащиеся в школах, уже стали обыгрывать это все и проводить уже не просто не классные часы, а открытые уроки. В частности, это вот был у нас открытый урок в школе 33, где ребята участвовали двух команд с 10-11 классов. Они, конечно, показали настолько свою активность, вот не безразличие, жизненную такую позицию, что урок прошел просто на одном дыхании. Интересно. Состоял урок, значит, и с того, что просмотрели фильм. Затем ребята рассказали о том, что они знают о выборах и как бы поучаствовали в сценках. Именно побывали и в роли депутатов, и в роли избирателей, и в роли наблюдателей. И, как вам сказать, затем закрепили знания, педагоги проводили именно викторины и закрепили знания по всей этой теме. Проводится мероприятие в 22-й школе. На тему в 11-м классе прошло мероприятие избирательного права, принципы избирательного права, стадии избирательного процесса. Замечательный педагог-правовед Смирнова Любовь Васильевна провела такую вот лекцию в 11-м классе. Я приняла участие в 22-й школе, которая тоже на тему права и свободы человека и гражданина, и мы будущие избиратели. Это было в 10-м классе, это кадетский класс, который создан по инициативе 22-й школы и Следственного комитета Российской Федерации. Также учащиеся активно принимали участие. Они услышали от нас, была подготовлена презентация, правовое регулирование выборов в городе Севастополе, виды избирательных систем, какие комиссии проводят выборы в городе Севастополе. Севастополе Севастополе